Реклама Уже затронули тему о грани Между этичностью и неэтичностью Сегодня это, я так понимаю, очень спорный и острый вопрос Чтобы не ошибиться Можно два метода применять Поддержки, так называемые Поддержки зала Но это либо соотопрос Что, скажем так, дороже И второе Консультативные различные советы Которые собирают всех заинтересованных лиц И те сами определяют В Томске, может быть, вообще по Сибири Есть информация, кто сегодня первый инициатор Инициаторы, да Инициаторы подачи таких заявлений Безусловно являются общественной организацией Безусловно А есть какие-то яркие примеры? За последнее время Примеров, на самом деле, очень много Женский образ здесь превалирует Мы осматривали женский образ Когда девушки разносили пиццу И сидели там вместе с пиццей На мужчине Со всякими разными полуговыми делами Мы осматривали женщину Которую носит аккумуляторы в полуголом виде Ну и мужчины тоже там Не так часто, конечно, как женщины Но попадаются Отмоем любую грязь Например, одна из клининговых компаний Где там изображение очень похоже на экс-президента Америки Солдат Когда в рекламе идет Там и призывание И в других Несколько Ночной клуб Медали напялит везде Вот эти За которые кровь проливали И начинают всем этим трясти в рекламе Конечно, мы такие рекламы Выносим решения и наказываем А замечали ли когда-то в практике Может быть, фиксировалось это Что таким образом Когда один бизнесмен жалуется Может быть, на рекламу своего конкурента И таким образом пытаются решить вот эти моменты Вообще недостоверная, недобросовестная реклама Это элемент недобросовестной конкуренции Если это в чистом виде рекламное дело Которое имеет нарушение Ни проблемы никакая Мы там поправим этого бизнесмена Соответственно, с подписанием Без подписания Оштрафуем И все, тема закрыта Если это недобросовестная конкуренция Мы его, если он впервые В вашем поле зрения предупредим Дадим какой-то срок Для устранения вот этих всех препятствий И, соответственно, дальше пойдем А если в рекламе идет заведомый обман Вот это считается недобросовестной рекламой Или здесь уже Заведомо ложная реклама Да И вранья у нас хватает в рекламе Какие примеры можем привести? Ну, там Ну, можно сказать Ну, самый простейший пример Самые лучшие окна Самые лучшие там банки Самые лучшие еще что-то Тогда преувеличение Да Лучшие вообще Слово лучшие Самые при самые Вот такие восхитительные слова Надо применять тогда Когда действительно на самом деле есть А по большому счету Нарушают потому что Чего-то не знают Или вот такое желание Продать свой продукт Рекламный бизнес Еще 10 лет назад Это не тот рекламный бизнес Который сейчас Безусловно развивается И безусловно Ошибается в том числе И мы одни и те же Типичные ошибки видим Чего-то не знают Наверное, он превалирует Почему? Потому что Большому сожалению Бизнесом занимаются люди Они охватить Весь спектр Чего нельзя Не могут И они открывают Законы рекламы К большому сожалению Только тогда Когда им какие-то претензии Начинают проявлять Тогда они считают Ох, мы чего-то там не сделали Но второй вопрос Конечно, он иногда возникает Что они очень хорошо знают Что это делать нельзя Но тогда обратный Процесс Они делают это умышленно Зная, что каждый день Вывешенная реклама Либо опечатанная в газете Или еще где-то Он все равно работает на них Если я учел уже внутри штраф То мне он не страшен А у сибиряков Есть какая-то характерная Такая черта мораль Вот наше отличие Томская Новосибирская реклама Так как он большой город Миллионник Там реклама незаконная Которая проблескивает Там гораздо больше, кстати Чем в Томске Потому что не успевает Нас мало В Томск мы стараемся Вычищать как можно лучше Владимир Владимирович Спасибо вам большое за беседу Напомню о рекламе Которая сегодня привлекает Особое внимание Как общественников Так и контролирующие органы Сегодня мы говорили С руководителем управления Федеральной антимонопольной службы России по Томской области Владимиром Шевченко Владимир, спасибо большое Спасибо вам большое До свидания До свидания